Приветствую любители Москвы! Вы смотрите передачу Московские железнодорожные платформы. И мы с вами продолжаем знакомиться с московскими платформами на вот этой вот большой кольцевой дороге. БМО, Большой Московский объезд, еще обход называют почему-то, но скорее объезд все-таки. И соответственно следующая платформа после той, которую смотрел я позавчера, то есть Новогромова, называется Чернецкая, которая когда-то была станцией, не платформой, а была станцией. И вот вы видите здесь вот как бы такие вот пустой пространстве, здесь были пути железнодорожные когда-то. Вот, ну и скажем так, до начала 90-х годов, потом их ликвидировали. Ну пути-то сохранялись еще в принципе и дальше, ну а сама станция, она уже перестала именно быть как станция уже после советского времени. Вот, тут знаете, интересный такой момент заключается в том, что сама деревня Чернецкая, она в настоящий момент находится примерно в 6 километрах от этой вот платформы. Вот, сама непосредственно деревня. Потому что она когда-то находилась непосредственно здесь, когда платформу открывали, а эту платформу открыли в 1343 году. Вот, и когда-то она находилась в этой деревне здесь. А потом, потом, в 68-м году создали военный городок, здесь неподалеку, который назвали Чехово-7. Еще также ему дали имя Чернецкая. Ну, он как бы и так, и так, еще Подольск-20, по-моему, назывался, то есть у него как бы несколько таких вот. Ну, особенно известен как Чехово-7. Вот, и тогда эту деревню здесь ликвидировали. И перевезли вот на то место, которым она находит сейчас. Поэтому получается, что фактически эта платформа сейчас обслуживает военный, ну, уже бывший военный городок. Сейчас этого военного городка, по сути, нет. То есть он как бы есть, но он потерял статус закрытого городка. И, насколько я понимаю, там сейчас войсковой части уже тоже нет. То есть как бы военных там уже, по сути дела, нет. Вот, ну, это, конечно, информация такая, знаете, все связано с военными, это, конечно, все сложно понять, что там есть, что нет. Ну, вроде как, ну, по крайней мере, статус закрытого городка, он был снят еще в 2006 году правительством России с этого военного городка, с Чехово-7. Поэтому, ну, можно так понять, что там, в принципе, проход, проезд свободный. Вот он находится вот там вот. Вот там справа, за железнодорожными путями. И, в принципе, вот туда, в принципе, тоже можно дойти, поскольку он теперь открытый. Ну, ничего там интересного совершенно нет. Это городок противоракетной обороны, там система Дуная, радиолокационная станция. А вот это, кстати говоря, вот остатки еще вот бывшей станции. Вот это станционное строение. Они сейчас все заброшены. Ну, а когда-то, соответственно, здесь были еще пути. Всего тут было пять путей раньше. Сейчас, как видите, всего двое путей. Ну, обычные, так сказать, два главных пути. А раньше было пять. То есть помимо вот этих двух, еще три были пути. И еще, кроме того, ну, то есть тут отстой был вагонов. Много поездов стоял. Ну, как и на всякой другой станции. А кроме того, еще также были подъездные пути в военный городок. Еще дополнительно. То есть отходили от этой станции. Вот они вели туда, вот к этой войсковой части. Там, соответственно, проходила погрузка-разгрузка оборудования. Вот для этого радиолокационной станции. Ну, короче говоря, для нужд от этой войсковой части. Но этих путей уже тоже давно нет. Все разобрали. Последние, вроде как, остатки путей и сняли в 2007 году. Вот. И отдали на металлолом. Все. То есть все пути, которые здесь были, остатки, да, вот станции и всех подъездных путей, все полностью убрали. Вот, получается, ну, сколько там, грубо говоря, 15 лет назад. Вот. Все. Так что остались только двое путей и остатки того, чтобы было, так сказать, богатство, да, того, что это была когда-то станция. Вот. И сейчас, а вот сейчас интересно. То есть, смотрите, да, получается, что, так сказать, это как бы вот такая металлолома произошла. То есть Чернецкая, получается, ее перенесли, разрушили здесь и перенесли на 6 километров туда дальше. Вот, где она сейчас находится. По сути, около платформы 274 километров. Вот. Там она сейчас находится, деревня. А место этой деревни неподалеку сделали, чуть в глубине, там сделали войсковой, вот это военный городок. Которую тоже назвали Чернецкая. Вот. Вот так интересно. Но это все, вот видите, заброшено одно из заброшенных строений. Это все бывшие пристанционные строения. То есть, это все остатки станции. Ну, не знаю, что это такое здание было. Может, какой-нибудь там технический пункт. Может, тут еще и вокзал был тоже. Ну, как у всякой станции, тоже понятно. Не знаю, может, что тут вообще происходило. Может, какие-то люди, видимо, работали, какие службы были. Сейчас абсолютно, как видите, полностью запустение. Там, кстати, еще сохранился домик небольшой. Домик железнодорожников тоже, которые обслужили вот эту станцию Чернецкая. Ну, я так понимаю, железнодорожники там сейчас уже не живут. Но просто, наверное, какие-то люди. Кто-то живет. Двухэтажный домик там сохранился. Вот там вот чуть-чуть в стороне. Такой домик. Ну, а, собственно, здесь, по сути дела, какие-то вот огороды. Но, в общем-то, непосредственно в окрестностях станции, ну, вернее, уже теперь платформа вот эта Чернецкая, да, каких-то товариществ, в общем-то, нет. Ну, потому что понятно, все-таки, закрытый военный городок, ну, какие там товарищества. Ну, сейчас открыли, но, так сказать, участков, как, в общем-то, не было, так и нет. То есть, довольно-таки чуть подальше, там километров 5-6, да, там уже довольно много садовых товариществ появляется. Но непосредственно к этой платформе ни одно из них не подходит. Поэтому единственное, кто сейчас пользуется этой вот платформой Чернецкая, это именно жители вот этого бывшего военного городка Чехово-7. Но дело в том, что этих жителей довольно-таки много. Там около 5 тысяч человек живет. Городок довольно-таки большой. Вот поэтому, ну, сами понимаете, что народ здесь есть. И вот именно здесь, в общем-то, чуть не впервые за все время поездки встретились люди, как ни странно. Но вы знаете, люди, они встретились почему? Потому что тут уже подходила электричка. То есть, вообще, на самом деле, вот на этих платформах, я уже об этом говорил, вот, в Большого Кольца, здесь люди обычно бывают тогда, когда подходит электричка. Они же знают, когда она подходит. А электричка здесь не так много. Здесь всего 6 в одну сторону, 6 в другую. И тоже интересно, что вот в обратную сторону, в сторону Киевского вокзала, да, электричка ездит вечерняя. Так же, как вот на следующей платформе, но огромный, я уже говорил об этом. Это интересно, так вот, ну, только вот именно в сторону Киевского вокзала. А от Киевского вокзала ничего не ездит. То есть, только с пересадкой. А раньше ездили в советское время, были прямые электрички, от Киевского вокзала до Чернецкого. Здесь была конечная остановка. И вот, ну, поскольку была станция. А потом, когда станцию, соответственно, ликвидировали в 92-м году, то и электрички сократили до крестов. Вот так. Так, поэтому теперь только с пересадкой в крестах. Просто так напрямую с Киевского вокзала отсюда не доедешь. Вот. Ну, а люди, они, да, они, вот, жители военного городка, они вот тут справа вот подходят сюда. И, соответственно, вот, они знают, когда электричка подъезжает. И уже примерно где-то минут за 15, так, за 20, за 10. Вот они подходят. Вот. Когда какая-то электричка. Потому что ездят, они, как видите, здесь нечасто. Примерно один раз в три часа. Ну, интервалы большие. Вот. Ну, видите, платформы. Да. И, кстати, что еще интересно, что здесь проходит граница нынешней Москвы, Новой Москвы. И, собственно говоря, Московской области. То есть, вот этот военный городок, он находится в Московской области. Он находится в Чеховском районе. Вот. То есть, вот, видите, прям вот конкретно здесь по-железке проходит граница. То есть, там справа, вот там справа, там Московская область. А вот туда, где я сейчас смотрю, вот туда слева, там Москва. Там Москва. То есть, вот та часть платформы, она как бы находится в Москве. Но проходит здесь вот именно граница. Ну, Новый Москве, Троицкий округ, это Кленовское сельское поселение. Ну, до 2012 года это тоже было, естественно, Подмосковье, Подольский район. То есть, по сути дела, здесь был стык Подольского и Чеховского района. Ну, а сейчас стык, соответственно, Москвы и Подмосковье. Вот так интересно. И, кстати, в советское время платформа здесь была одна, островная. Островная была платформа. А сейчас, как видите, две платформы, как обычно. до 2 патрон причем они длинные платформы они на такие вот полные платформы на 12 вагонов вот полный длинные низкие тоже но низкие да как и в принципе везде фактически на вот этом большом московском обходе и они боковые низкие прямые ну вот тоже такие вот поручни но немножко видно да что чуть-чуть как бы москва пришла сюда платформе и тактильно плитку сделать и конечно же вот эти новые поручни раньше все было раскрашено фирменный цвет от этого киевского направления такой был голубоватый бело-голубой но сейчас все как обычно сделали в черной гамме в черно в черно-белый но тут от поля его там за ними как раз находится этот военный городок вот там он совсем недалеко буквально там по улице победа если пройти там ну я не знаю может быть минут буквально 5 и все совсем близко находится но специально сделали так чтобы как бы не очень-то прям видно было вот все-таки как-никак но уж не совсем прям платформе вблизи чтоб все-таки как-то городок-то был долго время закрытым но с его основании фактически вот до 2006 года когда открыли вот а когда построили эту платформу в сорок третьем году то построили ее и не вовсе не для военного городка еще раз повторюсь военный городок возник защита позже шестьдесят восьмом году а ее построили им для жителей деревни чернецка который здесь находился то есть для сельских жителей но деревенских вот а потом вот соответственно их отсюда перевезли в другое место там вот где они сейчас находятся ну а эта платформа стала использовать жителям от военного городка ну вот видите проехал грузовой состав а следующий как раз электричка уже вот ну и постепенно вот тут стал народ собираться вот не так много кстати народу было ну где-то может человек десять но все таки как ни крути да для в общем то таких вот платформа который находится буквально где-то там в забытии каком-то да в лесах лугах в полях но не так это и мало на самом деле других платформах и такого количества нет она и там один два человека придут а тут все таки как на крути вот поэтому сейчас я не знаю что тут соотносительно военных моментов я не могу ничего сказать там действует что-то не действует это все очень сложно но а сам городок он живет да несмотря на то что то сказать и вроде как расформировали все ставят сняли закрытый статус но люди живут дома там есть поэтому ну вот и многие из них пользуются кстати вот этой вот платформы а вот но там еще есть автобусы но но автобусы поскольку все таки у вас самого этого точек таскать городок да но находится чехово 7 он находится в чеховском районе то автобусы там только местный то есть до города чехов и до города подольск то есть до москвы доехать невозможно поэтому если вы туда пойдете то ну там можно сесть на автобусы и доехать до подольская чехова дальше живота на электричка приехал я на ней поехал на 27 4 километра следующую платформу как будто рассказывать вот такая вот электричка но и тут уже кое-как как немножко народ так вот собрался это 270 километров от александрова 97 километров от киевского вокзала и 37 километров от бекаса